Audient Evo 8 мы сегодня с вами рассмотрим. Это старший аудиоинтерфейс из линейки Evo. Четыре канала на вход, в том числе и один канал на пылевых транзисторах для подключения инструментальных, четыре канала на выход, развитое управление, функция loopback и куча всего интересного, но обо всём поговорим по порядку. Друзья, приветствую вас на канале, давай запишем! Напоминаю, что здесь мы с вами говорим о Pro Audio. И сегодня у нас обзор на Audient Evo 8. Поехали! Первонаперво про младшую карточку. Если вам интересен тот же самый функционал, но с меньшим количеством каналов по входу, то я настоятельно вам рекомендую посмотреть наш подробный обзор на Evo 4. Ссылку на это видео вы найдёте вот там наверху в аннотации. Что же мы имеем с вами сегодня? Как я уже сказал, это интерфейс формата 4 на 4, то есть 4 входа и 4 выхода. По входам у нас 4 комбо-разъёма, каждый из этих четырёх каналов имеет микрофонный предусилитель с фантомным питанием, конечно же. Сюда можно подключить и конденсаторный, и динамический микрофон. Допустим, сегодня весь ролик у нас будет писаться на петличный микрофон, для его работы мы подаём фантомочку. Каждый из каналов можно линковать. Вернее, как? Каналы, идущие следом. То есть первый, второй и третий, четвёртый каналы можно залинковать, если у вас, допустим, какое-то стерео устройство подключено прямо в линию. Да, здесь можно подключать не только микрофонные какие-то истории, но и линейные подключения, линейные источники сюда войдут просто как влитые. Первый канал у нас дублируется спереди корпуса инструментальным разъёмом на полевых транзисторах. Сюда можно подключить электрогитару, бас, что-нибудь такое, где нужно особое сопротивление. Полевой транзистор заставит всё это дело буквально петь, так что этим нужно только пользоваться. Что касаемо выходов, у нас есть четыре выхода. Ну мы их обозначим как две пары, два стереовыхода. Первый один-два, и второй стереовыход три-четыре. Всё это дело у нас дублируется выходами под наушники. Если на четыре у нас был всего один выход под наушники, здесь у нас два стереовыхода. И что немаловажно, эти стереовыходы у нас независимые. То есть чуть-чуть попозже я вам покажу, как в контрольной панели настраивать миксы для одного и для второго выхода. И таким образом вы можете добиваться двух независимых миксов. Два совершенно разных звучания могут быть как в одних наушниках, так и в других наушниках. Допустим, если вы с кем-то вдвоём записываетесь, и вам просто нужен разный звук. Этим, опять же, можно пользоваться. Что у нас по поводу управления? Всё то же самое, всё так же, как и на EVO 4 с помощью кнопок и вот этой крутилки, которая вынесена на лицевую панель звуковой карты. Мы можем управлять как громкостью по входу, так и громкостью по выходу, манипулировать какими-то интересными вещами, вроде панорамы. Да, она здесь присутствует. Ну и, конечно же, мьютить, 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 если вдруг нам не нужен звук, ну скажем, с мониторов, когда мы записываемся, чтобы звук с мониторов не попадал к нам на микрофон, мьютим мониторы, производим запись, размючиваем мониторы и слушаем уже записанный результат. Я здесь упомянул про DI-вход на полевых транзисторах для инструментов, поэтому предлагаю первым делом послушать его. Давайте подключим сюда гитару и что-нибудь с бацием. Я намеренно обошёл стороной вот эту зелёную кнопочку. Да-да, Smart Gain, это прекраснейшая функция, из четвёрки перекочевала напрямую в Evo 8. Она позволяет нам автоматически настраивать усиление, это достаточно удобная функция, особенно для неискушённых пользователей, если вы только-только начинаете осваивать вот этот мир Pro Audio. Почему это важно? Потому что если вы поставите слишком большое усиление, то, скорее всего, получите сигнал с перегрузкой. А я напоминаю, что перегрузка это всё-таки технический брак. Если усиление вы поставите слишком маленькое, то вы получите очень тихую запись, которую после этого вы можете нормализовать, но при этом вы получите больше технического шума, чем вы получили, настроив гейн, настроив усиление по входу, как это требуется. Я подробнее показывал, как это всё работает на Evo 4. Выбираем канал, выбираем функцию Smart Gain, немножечко говорим, буквально 15-20 секунд. И вот эта самая штука настраивает усиление полностью за нас, нам буквально ничего не нужно для этого сделать, просто немножко поговорить. Здесь мы также с вами найдём функцию аппаратного мониторинга. Она позволит нам слушать в наушниках или на мониторах то, что у нас приходит по входу. Ну, к примеру, подключили мы микрофон, слушаем себя в наушниках, или подключили гитару в линию, и слушаем чистый звук гитары в мониторах. Но согласитесь этим никого не удивить. И больше сейчас в работе, если мы говорим о записи в музыке, используется мониторинг прямой через рабочую станцию, чтобы вы могли слышать ваш сигнал, уже обработанный. Например, это вокал с ревером, дилеем, компрессией и так далее. Ну или, к примеру, электрогитара, которая уже была пропущена через эмуляцию, через VST-усилитель, и чтобы мы её могли с вами слышать через колонки. Как раз таки для вот таких манипуляций очень важен параметр задержки. Сейчас вы видите на своих экранах задержку, которую мы намерили для этого аудио-интерфейса. И этот самый параметр действительно является ключевым, если говорить о комфорте, который вы будете получать во время записи. Ну например, чтобы не слышать какой-то треск или двоение в ваших же ушах. Одной из главных фишек восьмёрки, как и четвёртого Иво, является встроенная функция Loopback, она же закольцовка. Эта функция позволит нам записывать и выводить, ну например, на прямую трансляцию всё то, что у вас происходит в компьютере. Звуки Windows, допустим, звонки по скайпу, по дискорду, звуки ваших игр и тому подобное. Давайте посмотрим, как всё это дело работает. Вообще, это отличный момент, чтобы поговорить о контрольной панели, с помощью которой мы можем управлять всеми функциями этой звуковой карты. Ну даже не касаясь согласитесь, это крайне удобно. Всё управление строится на базе такого микшера, в котором мы можем набирать звук, который пойдёт у нас в свою очередь на выход карты. Причём, если мы активируем функцию Artist Mix, становится возможным делать два раздельных микса для каждой пары выходов. К слову, то же самое работает и для наушников. К примеру, одни забираем себе, а вторые даём записывающимся человеку, при этом у каждого есть свой независимый микс. Всем комфортно и удобно работать. Отдельно стоит отметить, что loopback тут работает не совсем обычно. Реализована функция на дополнительных каналах, которые нам предлагается выставить в устройстве по входу или по выходу. Ставим нужные каналы, настраиваем микс по своему вкусу и вуаля, всё работает как часы. Повторюсь, что это очень полезная функция для стримов. Каждый микрофонный канал оборудован предусилителем, выдающим до 58 дБ. Это действительно большая цифра, она позволит раскачать, к примеру, какой-нибудь тихий динамический микрофон. Так что сюда можно подключить сразу четыре таких микрофона и записать подкаст. Или провести стрим сразу с четырьмя ведущими, ничто вам не мешает это сделать. По преобразователям совсем забыл упомянуть, это 24 бита на 96 килогерц. Цифры вполне себе неплохие. Теперь финальный тест, давайте попробуем записать какой-нибудь небольшой музыкальный отрывок. Метель 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 По-прежнему при покупке Иво мы с вами получаем кучу бесплатного софта, в том числе от фирм Steinberg, Two Notes, ну и прочих именитых брендов. Сейчас не буду уж всё перечислять. Я напоминаю, что Иво 4 до сих пор, вот на момент снятия этого ролика, по-прежнему остаётся самым бюджетным аудиоинтерфейсом на два канала с встроенной функцией loopback. Иво 8 эту пальму первенства себе берёт, я имею в виду на свой сегмент, и в свою очередь является самым бюджетным аудиоинтерфейсом на 4 канала по входу и 4 канала по выходу, всё той же самой встроенной функцией loopback. Если вдруг вы с чем-то не разобрались, что-то вам показалось сложным, проблемным, вы ищите ответ на свой вопрос, то я зову вас на сайт popmusic, ссылочку специально я оставлю в комментариях, точнее в описании к этому ролику. Это будет ссылка на русское руководство по вот этому самому интерфейсу. Так что ответ на любой ваш вопрос, я надеюсь, вы там найдёте. Если вдруг останется какой-то вопрос, который вот не нашли вы разрешение, или какой-то каверзный вопрос с подвохом вы хотите задать по поводу этой карты, то я вас приглашаю в комментарии к этому ролику на YouTube. Обязательно напишите, мы в силу своих познаний, а вот этой же резке будем стараться вам отвечать. Поставьте лайк, если видео пришлось по душе, не забудьте написать в комментариях, даже если у вас нет вопроса, что вы думаете по поводу вот этой самой карточки. Понравилась ли она вам? Если да, то чем? Если нет, то опять же, чем? Подписывайтесь на канал, ведь это был канал Давай Запишем. Я напоминаю, что здесь мы с вами разговариваем о Pro Audio. Друзья, я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующем ролике! Режим полета на всякий пожар. Нет. Уже конец ролика!